Здравствуйте, меня зовут Екатерина Буранова и мы продолжаем серию наших прямых трансляций КФУ Лайф. И сегодня у нас в гостях активисты и студенты Института международных отношений. Представлю наших спикеров. Это председатель студенческого совета Института международных отношений Анна Баранова. Добрый день. Руководитель комитета по работе с абитуриентами Института международных отношений Кристина Витковская. Здравствуйте. И режиссер Института международных отношений Жасур Османа Лиев. Прошу прощения. Да, добрый день. И напомню, что вы можете оставлять свои вопросы у нас в комментариях в группе ВКонтакте Казанского Федерального Университета. Перейдем сразу к вопросам. И первый, наверное, такой главный. Какая она студенческая жизнь в МО? Я думаю, тут нам всем втроем есть что сказать, потому что каждый из нас живет активной студенческой жизнью, но, наверное, разной. Потому что у нас огромное количество направлений студенческого актива в Институте. И они все достаточно разные. То есть нам есть чем похвастаться вообще во всех сферах студенческого актива, которые только есть. И сразу же начну, наверное, с побед наших. Наш студенческий совет был признан первым в Республике Татарстан в этом году как орган студенческого самоуправления. И как раз-таки вот это, наверное, дает понять то, что у нас все направления активны. И, ну, если говорить конкретно про меня, я думаю, потом продолжат. Студенческая жизнь наполнена вообще невероятным количеством событий, различных эмоций. И тут ты сначала сидишь в одном месте, потом тебе резко нужно бежать в другое. Это учит, в первую очередь, наверное, дисциплине, какой-то ответственности. И в целом, благодаря тому, что ты вовлекаешься в студенческую жизнь, ты можешь найти себе огромное количество знакомств, друзей, которые тебя в дальнейшем будут поддерживать. Ты сможешь развиваться в каких-то сферах, которые тебе интересны. И многие студенты нашего института находят работу даже не по направлению подготовки, например, а по тому направлению, которым они занимались в институте. Тоже интересный момент. Да, продолжу слова Кристины. На самом деле, правда, у нас очень активная студенческая жизнь. В нашем студсовете есть совершенно различные направления, начиная от творчества, заканчивая Ассоциацией иностранных студентов. Каждый может найти то, чем он действительно хочет заниматься. И говоря про себя, я сейчас только на втором курсе бакалавры, и в этом году, точнее, в прошлом, в декабре я стала председателем студенческого совета. И мне кажется, это уже говорит о том, что карьерный рост, даже тот же самый, очень быстрый в студенчестве, потому что не так много времени, как в той же самой школе. И тебе нужно успеть все, тебе нужно поделиться всем, набрать как можно больше опыта. И как раз таки наш институт предоставляет, мне кажется, абсолютно все возможности, потому что ты впитываешь в себя не только знания об образовательном процессе, кстати. Потому что, например, и я отличница, и Кристина тоже хорошо учатся, то есть актив нам не мешает в этом плане. И каждый активист, он может найти себя и раскрываться совместно в разных направлениях. Кто-то участвует и в творчестве, и в АИС, и в проектном, и так далее. Поэтому каждый может найти то, что он желает, и развиваться там, где он желает. А если подытожить, то у нас получается это, не спать, очень мало кушать, 150 блокнотов, чтобы ничего не забывать, 150 будильников, чтобы не проспать, потому что в любой момент мы можем уснуть. Как иностранец, сделать регистрацию в здании института, потому что вообще почти не получается появляться. И потом поражаться, как быстро пролетели 4 года студентской жизни. Как многие говорят, это самая чудесная пора у любого человека, которая может быть. То есть очень насыщенная и красная, можно сказать. И да, напомню нашим зрителям то, что сегодня мы поговорим о некоторых, так скажем, каких-то, может быть, скучных моментах, там, про ЕГЭ, про баллы, про поступления. Но больше акцент, наверное, сделаем про такую насыщенную и интересную жизнь студентов в Казанском федеральном. И тогда следующий вопрос. Расскажите в целом, чем занимаются у вас студенты, так скажем, во внеурочное время, от пар? На самом деле, как я говорила, здесь очень большой выбор. Например, у нас только на этой неделе три крупных мероприятия. Сейчас у нас проходит неделя иностранного студента для всего Казанского федерального университета. Также в эти выходные у нас будет проектная школа, где ребята могут учиться писать гранты абсолютно бесплатно, кстати. Также у нас будет вот в пятницу лунный Новый год уже завтра. И в воскресенье у нас будет тест-драйв для абитуриентов. Ну, о нем, я думаю, чуть попозже расскажет Кристина. Вот. То есть, кто у нас стоит в студии? Ай, кстати, это самая лучшая студенческая медиа Российской Федерации в прошлом году. Получается, целый год мы сейчас являемся лучшим медиа. Кто-то фотографирует, кто-то занимается подготовкой к студенческой весне, например, сейчас. Кто-то пишет те же самые гранты, потому что грантовых площадок сейчас очень много, и у нас есть много проектов, которые действительно достойны получить финансирование. То есть, здесь огромное количество чего-то сам захочешь, потому что ты можешь пойти даже сразу на первом курсе работать с абитуриентами, как ты, потому что ты как раз-таки все знания, которые сейчас есть, какие-то проблемы по ЕГЭ, можешь передать ребятам опыт свой. Вот. Поэтому очень многие студенты нашего института живут именно насыщенной жизнью. И после пар мы не просто едем домой там или в деревню, или сяду все отдыхать, ничего не делать, смотреть сериалы, а чем-то занимаемся продуктивно. Ну, а поговорим более подробно и, так скажем, профильно. Какие вообще есть организации, возможно, кружки для студентов разных курсов? У нас в институте огромное количество направлений, как мы уже много раз сказали. На данный момент в студенческом совете включены ключевые направления. Это студенческое научное общество, это спорт, это творчество, это медиа. Оно делится на два блока. Для тех ребят, кто будет развивать себя в творческой сфере, и для тех ребят, кто хочет именно репортажные моменты снимать. Помимо этого у нас есть социальный комитет, это для волонтеров, для тех, кто хочет помогать людям, животным. У нас есть комитет по работе с абитуриентами, это как раз наше направление, которое взаимодействует с ребятами при поступлении. У нас есть проектное направление, где ребята учатся писать гранты. У нас есть антикоррупционный комитет, у нас есть патриотическое направление, у нас есть ассоциация иностранных студентов, где наши ребята взаимодействуют вместе с иностранцами, которые учатся у нас в институте, потому что у нас их огромное количество. И как раз-таки вот они вместе проводят различные проекты для того, чтобы обмениваться культурой, языком, знаниями, поддерживать иностранных студентов. Что я еще забыла? Спорт сказала. У нас есть также для тех ребят, кто хочет больше развиваться в профсоюзной деятельности, то есть знать какие-то свои права и обязанности, у нас есть правком. И как раз-таки три профорга у каждой высшей школы нашего института тоже включены в студенческий совет. То есть у нас вот абсолютно все сферы, которые только можно выбрать. У нас есть внешняя связь, взаимодействие с различными компаниями, те же самые мармеладки, додо и так далее. То есть даже этому учатся ребята. Новое направление, которое недавно было создано в студенческом совете, это карьерный клуб. Это направление только сейчас набирает обороты. На самом деле очень интересное, потому что ребята задаются вопросом трудоустройства после своего выпуска. И вот как раз-таки ребята из карьерного клуба, они отвечают на эти самые вопросы. То есть они проводят встречи с работодателями, проводят мастер-классы по написанию режиме, по прохождению собеседований, проводят ярмарки, вакансии и мероприятия различные, которые направлены на то, чтобы построить карьерную траекторию наших студентов. Ну то есть здесь даже о будущем думаем. Думаем и об инвариентах, и о том, как они будут выпускаться. То есть у нас весь жизненный цикл, можно сказать, взят в оборот. Ну а творчество у нас одно из самых огромных. Мне кажется, здесь лучше расскажет Джасур. Творческое направление у нас... Их можно назвать и клубами, но мы больше придерживаемся назвать их коллективами и командой. Потому что, допустим, у нас есть большое направление вокальное и инструментальное. По хореографическим направлениям у нас есть коллективы Шарк, Фенти, Сайферс, Маршмеллоу, Богемия. И они все тренируются не только, когда мы начинаем подготовку дня первокурсника или же студентской весны, но и на протяжении года они всегда вместе тренируются, какие-то новые перфоменсы делают, видео снимают, какие-то клипы хотят снять тоже. И это очень радует нас всех. И мы видим командную работу. И многие в этом очень сильно заинтересованы. Допустим, кто-то... У нас даже есть ребята, которые в жизни никогда не танцевали. Допустим, ну, пели только ради себя. Чуть-чуть, может быть, год ходили в музыкальную школу, но потом, когда они пришли в наш институт и показали себя, и наши руководители с ними поработали, они сейчас, можно сказать, очень сильно изменились. И в этом году мы все смотрим на первокурсников и радуемся, что многие из них очень сильно хотят этим заняться. Потому что, во-первых, творчество расслабляет человека. Вы все-таки, когда у вас пара, научная какая-то деятельность, надо курсовую написать. Уже многие студенты с сентября месяца волнуются, что такое курсовое. Мы не знаем, как это сделать. И когда студенты заходят в танцкласс, или же в аудиторию, где у нас театральное направление, кстати, открылось без обид тоже, и они начинают репетировать или тренироваться, они полностью забывают обо всем. И у меня был знакомый спортсмен, который мне говорил, почему он занимается футболом. Я раньше его не понимал. Он мне говорил, вот, Джасур, знаешь, у меня бывают проблемы какие-то, я вот думаю об этом, об этом, но когда я выхожу на поле, вот все у меня остается сзади, и я просто играю и отдыхаю. И когда я смотрю на наших студентов, вижу, как они репетируют и тренируются, я начинаю все больше и больше понимать своего друга. И очень хорошо, что наш институт дает нам возможность и поддерживает студентов, чтобы они занимались тем, чем они хотят и любят заниматься. И это все развивается даже больше не на любительском уровне, потому что ребята ставят такие номера, что ты приходишь на студенческую весну и думаешь просто все полтора часа примерно. Это реально поставили студенты, потому что они набираются колоссального опыта вот за тот период времени обучения, даже только четыре года. На это еще можно посмотреть наши выпускники, которые они выпустили с нашего института. Они были или историками, или специалистами по международным отношениям, но на сегодняшний день они работают в различных продакшенах, как сценарист или же менеджер по креативу. И это тоже, я считаю, большой результат. И наши сейчас студенты, первокурсники, второй курс, они смотрят на них и тоже к чему-то стремятся. И самое главное, наши институт международных отношений в различных социальных сетях. У нас есть такой хэштег семья и мо. И это не просто так сказано, потому что на сегодняшний день многие выпускники, которые уже выпустились три-четыре года назад, они всегда во время в таких больших мероприятиях, как студенческая весна или день первокурсника, приходят, поддерживают первокурсников, нынешних студентов. И всегда это очень мотивирует наших студентов, чтобы заниматься этим еще лучше. Спасибо за ответ. Но уточнить, вот вы сказали про новичков. То есть к вам в организации, в какие-то кружки, как вы сказали, к команды, можно приходить не только каким-то профи, но и, возможно, ребятам, которые хотят чему-то только научиться. Да, конечно, мы все сами так приходили, мы все были вообще без опыта, по сути. И здесь мы набираем людей, у нас есть отбор и направление, те, которые реально горят, которые реально хотят что-то делать, показывать себя, развиваться. То есть здесь не зависит от того, вот, отцу 10 лет, значит, мы этого человека вообще 100% берем. Нет, если человек действительно хочет, если он будет активно работать, то здесь всем дорога открыта. И это работает не только в творческом направлении, а по всему институту это всегда продерживается. Самое главное, чтобы у студента было желание, чтобы он горел этим делом. А поддержку вы обеспечите. Конечно. Отлично. И я хотела бы немного в другую стезю уйти. Вы говорили про то, что у вас в клубах активно участвуют и иностранные граждане. И в целом расскажите вот про момент адаптации. Допустим, первокурсник, иностранный житель приезжает, возможно, он плохо знает язык. Как вообще у вас в институте, у вас институт международных отношений, как происходит коммуникация, возможно, как адаптация у таких студентов происходит? Я думаю, мы тут вместе с Жасуром можем, потому что он на своем примере расскажет более подробно. Я просто вкратце расскажу про то, что как раз-таки именно для таких студентов существует ассоциация иностранных студентов и сотрудники, которые работают с ними. То есть это замдиректора по международной деятельности Альбина Марселевна. И они как раз-таки направлены на то, чтобы максимально плавно вовлечь в учебный процесс наших иностранцев, потому что мы понимаем, что кому-то действительно вот этот переезд дается очень тяжело, кто-то не знает языка. У нас созданы и направления по изучению языка, то есть у нас есть и предмет русский язык, как иностранный, но помимо этого также у нас существуют различные кружки, где эти иностранцы могут преподавать свой язык нашим студентам, ну тем самым взаимодействуя, обмениваясь. Плюс различные мероприятия, где они могут своей культурой делиться, мы что-то берем от них, знакомим их с нашей культурой. Ну в принципе у нас такого четкого разделения нет, то есть иностранные студенты чаще всего попадают в группы, ну если они естественно знают язык, попадают в группы к русским студентам. То есть они в процессе взаимодействия так и так как бы спокойно проходят этот процесс адаптации, но возможно уже сыр дополнит. Нет, когда я прилетел, я знал русский язык, поэтому мне не было так сложно. Не настолько хорошо, но все-таки знал. У меня, я могу тут одно сказать, что ассоциация иностранных студентов и это направление, это одно из самых лучших направлений, которое было создано в Институте международных отношений, потому что когда я поступал, этого направления не было. И есть такие вопросы касательно именно регистрации, проживания на территории Российской Федерации. Многие студенты об этом не знают. Мы всегда помогаем своим, но все равно появляются какие-то пробелы и когда появилось это направление, они полностью взяли на себя ответственность и всем иностранным студентам объясняли, как надо сделать, куда надо пойти, какие документы надо собрать. Даже были такие моменты, и многие студенты из других институтов поражались, что есть департамент внешних связей, где иностранный студент должен принести документы, чтобы он стал в регистрацию, и вот все эти процессы там происходят. Именно в нашем институте волонтеры ассоциации иностранных студентов там помогают. И они не помогают только институты международных отношений, они всем помогают. И это очень классно для, в целом, удобство для иностранцев очень большое. Потому что, как было уже сказано, не все иностранные студенты, когда прилетают, знают русский язык, им особенно сложно, особенно когда есть моменты из документации, не то что с людьми общаться. Сейчас все-таки 21 век, это век информационной технологии. Google-переводчик достал, все рассказал, также там узбекский язык сейчас есть, не знаю, почему добавили, но он есть. Работает плохо, но хорошо. Главное, что про нас не забыли. Но мне нравится и работа преподавателей с иностранными студентами, потому что в какие-то моменты при выполнении определенных задач, они, чтобы иностранному студенту не было так тяжело, допустим, разрешать, чтобы они какой-то доклад приготовили про свою страну. Допустим, вот я гражданин Узбекистана, и когда я в первом курсе учился, по различным предметам, которые касаются, по направлению туризма, они нам говорили, вот возьми туристический центр город Самарканд, сделай анализ про этот город. И, конечно, нам легче об этом говорить, об этом рассказывать, потому что мы информацию максимально уже с детства знаем про этот город, и таким образом с первого курса и преподаватели очень хорошо контактируют с иностранными студентами. Я считаю, это тоже является успехом, и результатом этого у нас с каждым годом количество иностранных студентов все больше и больше, и я считаю, это один из самых лучших показателей. Благодарю за ответ, но поговорим немножко, не отходя от темы, как студентам иностранным, вот, допустим, в творческих коллективах. Ты, вот, обращусь к тебе, Жасур, ты режиссер Института международных отношений, и вот, так скажем, в своей должности, как вообще ребята в коллективы приходят, как быстро адаптируются, возможно? Я думаю, это больше всего зависит от самого студента. Ну, вообще много иностранных студентов участвует в неурочниках. Конечно, очень много иностранных студентов в различных коллективах. Тут не имеет значения танцевальное направление, вокально-инструментальное направление, театральное направление. мы никогда, ну, не делим или же какие-то стереотипные моменты мы не думаем. Самое главное, пришел студент Института международных отношений, он хочет этим заниматься, пожалуйста, мы будем помогать. Нет, я понимаю, тут больше в плане, наверное, сложности, то, что вот им тоже рассказывают, то, что вот приходите к нам в танцевальный коллектив, потому что все-таки русским, наверное, проще прийти к своим ребятам, кого они уже знают, возможно. Тут новенькие, так скажем. У нас система кураторства развита, где как раз-таки сообщается вся информация. То есть, если у нас, ну, у нас Институт кураторства в целом существует, и все первокурсники, когда поступают, они делятся на академические группы. И у каждой академической группы есть свой куратор-студент и куратор-преподаватель. Вот как раз-таки они сообщают всю информацию. То есть, все отборы, все мероприятия, все события, которые есть в Институте, они так или иначе все равно доносятся до студентов. Например, если у нас есть группа отдельно студентов, которые только на английском общаются, пока что они в процессе изучения, и с ними девочки-кураторы общаются на английском. То есть, информация в любом случае доходит просто разными форматами. Да, да, да. И тут уточнение, что они, может быть, стесняются или нет. Я не видел еще ни одного узбека, так сказать, который бы постеснялся бы прийти на какое-то направление. Я думаю, мы наоборот сами хотели, мы сами спрашивали, а что, КВН есть? Все в КВН. Или я так пел в школе в последний выпускной. Можно спеть? Так, хорошо, все, я туда. И в этом плане, я думаю, нету такого. Особенно, если так посмотреть, по времени у иностранного студента чуть-чуть больше времени. Потому что все-таки на протяжении года, если взять студентов из других городов, они разъезжаются к себе, к родителям. А не у всех иностранных студентов есть такая возможность. И это, во-первых, бывает очень дорого. А иногда, ну, это и не стоит того, чтобы на три дня полететь и обратно прилететь или в поезде. Поэтому они больше всего времени находятся в общежитии. и у них много времени. И как будто бы, когда я тоже общаюсь с иностранными студентами, которые вот в творческом направлении, они всегда хотят чем-то заняться. Они всегда хотят вот время как-то убить. И вначале с такими мыслями они приходят в творчество. А потом уже наоборот. А потом уже так, нет, мне надо время освободить, потому что у меня тренировка, потом репетиция. Так, ага, все, все, я успеваю. Я даже знал некоторых студентов, которые не хотели зимние каникулы домой улетать, потому что был Татьяне День, и они хотели выступить в этом мероприятии. Даже такие иностранные студенты встречаются, которые хотят. У нас в стране кураторства обычно есть еще в ассоциации иностранных студентов тьютерство. Это именно с иностранными студентами, то есть и это рассылается и как в обычную академическую группу, и так отдельно по иностранцам тоже. Возьмем другую немножко сферу, это вот «Скоро стут весна», и ваш институт — это достаточно какие-то масштабные концерты, и это большая, на самом деле, организационная работа. Расскажите побольше, наверное, вот про эту часть. День первокурсника, который уже миновал, скоро вот совсем-совсем будет студенческая весна. В прошлом году мы взяли гран-при, в этом тоже готовимся активно. Уже каждый день об этом мне повторяют. Это как будто бы больше груз уже. Я вначале сказал же, не спать, не кушать, 150 блокнотов, 100 будильников. Это вот у нас начинается опять. Нет, на самом деле, это, как сказать, пост-продакшн, до студентской весны, что происходит. Это, я думаю, очень интересный. Конечно, мы еще, стресс бывает, 90% когда мы готовимся к этому всему, что ничего не получается, а потом в день концерта — о, получилось. Спасибо большое. Все, до свидания. Но, опять-таки, тут самое главное надо понимать, что в нашем институте все руководители, все коллективы, они команда, они друг друга очень хорошо понимают, знают, они друг друга очень помогают даже. Некоторые коллективы у нас даже номера придумывают вместе, как помощь. И у многих коллективов и руководителей нету такого вот я должен или я должна первое место, все, ничего меня не интересует, первое место нет. Они, многие думают, вот выйдите на сцену, получите максимальное удовольствие и это удовольствие дарите зрителю. Это самый главный успех. И поэтому из-за таких моментов, когда у нас 90% работы, у нас бывает стресс, потому что мы не понимаем, что происходит, мы успокаиваем себя таким образом, то, что вот вы удовольствие получили, да, самое главное, мы пока не получили, надеюсь, в день концерта мы получим это удовольствие. А если вы хотите узнать именно как мы готовимся к студвесне, что мы делаем, это секрет, это узнаете 20 марта, сразу реклама, да, нашей студвесны? Билеты, все, спрашиваем у Вани. А билеты же мы не продаем? Извините, тогда ложная информация. Все, бесплатно можете посмотреть. Спасибо за ответ и на самом деле ждем крутого шоу уже совсем скоро, на самом деле. Немножко более такие серьезные вопросы. Есть ли у вас заочное отделение в вашем институте? И вообще расскажите немножко про такую форму обучения. Если мы рассматриваем бакалавриат, то у нас чаще всего все направления это очная форма обучения, то есть для тех, кто готов прям совмещать. Но совсем недавно у нас открылось новое направление, это документы ведения, это как раз для тех ребят, кто хочет учиться заочно, то есть это для тех, кто возможно уже закончил какое-то специальное учреждение, либо же просто хочет работать параллельно. Но, как правило, студенты на бакалавриат идут все на очную форму, потому что в этом тоже есть свои плюсы. Единственный такой пункт это лингвистика, профиль очно-заочный. Но это больше вечерняя форма обучения, то есть там ежедневно вы приходите на пары, просто пары, они сдвигаются немножко по времени для того, чтобы студенты могли успевать работать и, соответственно, приходить на пары. Если же говорим про магистратуру, то, конечно, там значительно больше заочных программ, но я думаю, вопрос про бакалаврят больше. Хорошо. Ну, раз мы магистратуру немножко затронули, тут у нас в комментариях спрашивают, какие есть как раз сообщества для магистрантов. То есть мы говорили про какие-то команды и так далее, творческие направления, но там это только для бакалавра или магистратуру тоже. У нас все студенты перемешаны, мы здесь как одно единое целое, у нас нет какого-то четкого разделения, там магистры, бакалавры, аспиранты, мы все варимся в одном котле студенчества, поэтому в целом у нас иногда даже забываешь, кто на каком курсе учится, потому что мы все просто между собой взаимодействуем, поэтому все активности, которые есть в нашем институте, они не только для бакалавриата и магистра активно, вот как раз Жасу учится на втором курсе магистратуры, ну, то есть здесь все абсолютно вовлечены в процесс, как бы главное успевать по времени и иметь желание. Вот, а что касается, если какие-то вопросы, например, есть у магистров и они хотят их задать перед поступлением, возможно, то у нас также комитет по работе с абитуриентами работает не только для бакалавров, для абитуриентов, но и для магистров, то есть если у них есть какие-то вопросы, они могут подписываться на группу ВКонтакте, она называется Ask.Emo.slipno на английском языке, и там можно задавать все вопросы, там информация не только для бакалавриата, но и для магистратуры тоже есть. Спасибо, и тогда у вас институт международных отношений, но тогда вопрос, можно ли к вам поступить без ЕГЭ по иностранному языку? Да, Гарисин, скажите, более подробно. Ну, у нас, в принципе, все направления подготовки представлены, всегда мы их рассказываем на Дне открытых дверей, поэтому, ну, если человек хочет более подробно узнать все-таки про все направления, думаю, лучше посетить Дни открытых дверей, которые у нас проходят в конце каждого месяца на постоянной основе, также 19-го числа, напоминаю о том, что у нас для абитуриентов будет мероприятие, это тест-драйв, то есть это мероприятие, на котором как раз-таки все желающие абитуриенты могут попробовать себя в качестве студента на один день и посетить какие-то лекции от наших студентов, от преподавателей, поучаствовать в мастер-классах, то есть здесь тоже для них прям целая программа уже создана, мы уже потихоньку набираем участников, поэтому вот если у кого-то есть желание, можно поступить. Что касается предметов ЕГЭ, также можете переходить к нам в группу в АСКМО, у нас прямо специально вкладочки есть для всех наших абитуриентов, чтобы далеко не ходить, там есть презентация со всеми направлениями подготовки, со всеми предметами ЕГЭ, то есть вот если хотят подробно изучить, могут зайти к нам в группу. Хорошо. Касательно тест-драйв, мероприятия, места ограничены? Места ограничены, но еще есть, поэтому пусть успевают записываться. Все, хорошо. Информацию мы передали. Так, и тогда следующий вопрос. Расскажите в целом, что дает обучение, так скажем, на направлении международное отношение? Вот как-то обобщенно или более подробно. Я учусь, в институте международных отношений, на международных отношениях. В принципе, у меня очень общий профиль, и за два года обучения могу сказать, что все студенты получают очень многогранный профиль. Ты изучаешь и языки, ты изучаешь и экономику, ты изучаешь и литературу, и историю. У тебя такое совокупное образование. Конечно, некоторые направления не более точечные. Например, в высоковедении больше, конечно, восток. Там историки, там история отечественная, история всемирная, тоже есть разделение. Но это обучение, которое фундаментальное, гуманитарное обучение, так скажем, потому что ты получаешь навыки, ну и в принципе международники это те люди, которым главная коммуникация. И на парах мы это очень хорошо разбираем. У нас семинары, на лекциях ты можешь что-то спросить и так далее. То есть это многовекторный профиль. Ты получаешь знания с любой стези и можешь их применять. То есть, например, после международных отношений я могу пойти и в экономику, и в дипломатию, и в политику, то есть куда моя душа захочет, так скажем. Спасибо за ответ. И вопрос касательно льгот. Какие у вас в институте есть льготы при поступлении для абитуриентов? Когда студенты поступают, у нас есть, ну в принципе зачисления у нас есть, бюджетники и контрактники. Когда они поступают, у них также есть отдельный список для тех, кто поступает по специальной квоте или по льготам. Они должны во время приемной комиссии прикрепить свои документы. К льготникам у нас относятся это социально нуждающиеся, это военнослужащие, это, возможно, люди, у которых есть ограничения по здоровью. Также у нас есть специальные наборы для ребят, которые поступают без вступительных испытаний, то есть это олимпиадники, это те ребята, которые у нас уже набрали достаточное количество баллов для поступления и в принципе уже могут спокойно себя чувствовать при поступлении. В принципе у нас на сайте Казанского федерального университета также вся информация по поступлению есть. Прием документов у нас, как правило, начинается с 20 июня, то есть у нас открывается сайт, на котором студенты могут регистрироваться, это сайт Буду студентом КФУ, где они заполняют свои заявки и там как раз-таки на сайте все достаточно пошагово расписано, куда, какие документы прикреплять, там есть ли у вас льготы, нет ли льготы, если льгота, то какая, то есть там ну все полноценно раскрывается и студент не потеряется при подаче заявлений, вот, соответственно, ну сейчас если давать рекомендацию, то просто максимально собирать все свои документы в какую-то одну папку, чтобы они у вас уже хранились и вот к моменту вашего поступления к 20 июня или чуть позже, чтобы у вас все эти документы были на руках, вам осталось только дождаться вашего аттестата и вы смогли все свои документы уже подать через Буду студентом и участвовать в конкурсе на поступление. Спасибо большое. Мы еще вернемся к моменту сайтов, где искать информацию и так далее. Хотелось бы спросить, мы уже немного затронули тему будущего студентов Института международных отношений. Какие перспективы вообще ждут студентов после выпуска? Вы уже сказали то, что после того, как они поработали в творческих коллективах, у кого-то даже не по специальности карьера пошла, вот что-то вот в этом духе. Расскажите подробнее. Какие перспективы? В целом у нас студенты любят поступать дальше на магистратуру, учиться. Ну как правило, многие остаются в нашем институте для того, чтобы продолжать свое обучение. Кто-то до магистратуры, кто-то до аспирантуры и дальше. Многие студенты остаются работать в университете, например, в институте, либо как преподаватели, потому что многие преподаватели, которые у нас работают сейчас на кафедрах, они как раз-таки выпускники нашего института. То есть мы так сами для себя выращиваем кадры и потом ими же пользуемся, потому что они в дальнейшем уезжают, например, обучаться в страну изучаемого языка, получают там сертификаты в обучении и уже приезжают сюда как преподаватели. Ну и, соответственно, по различным сферам деятельности, то здесь уже будет зависеть от направления подготовки и от интересов самого человека. То есть у нас как бы выбор большой достаточно, у нас гуманитарное направление, мы можем себе найти везде какое-то место применения. И в целом студенчество, почему, наверное, мы многие здесь, дает компетенции, которые во время обучения в университете невозможно получить. То есть это какие-то качества по типу работы в команде, попробовать себя лидером, попробовать себя спикером где-то, изучить там какие-то новые для себя направления. И вот как раз-таки студент, который хорошо отучился на своем направлении, по своему профилю, и еще плюс с навыками, которые дает наш институт дополнительно, он выходит вполне подготовленным к жизни и может выпускаться и, в принципе, спокойно искать работу. Кому-то из них уже заранее предлагают какие-то вакансии. В принципе, многие идут как по своим направлениям, многие идут как по своим каким-то активностям в дальнейшем продолжают. Очень многие развиваются в сфере государственной, ну, в политике, в Министерстве по делам молодежи. То есть в эту сферу тоже многие из наших студентов идут. Хочу добавить, например, по международным отношениям, опять же. У нас 43 студента нашего института работают в МИДе. То есть это очень большой карьерный рост. Многие работают в разных странах, в Китае, в Венгрии, в Эстонии. Очень много. И как раз таки мы обучаемся с преподавателями, которые готовили этих студентов. И мы получаем такой двойной себе опыт, потому что можем узнать и от преподавателя очень много полезной информации и уже послушать истории реальных студентов, которые уже через года работают в Министерстве иностранных дел, потому что это тоже очень значительно. Лингвисты, например, многие идут переводчиками, потому что тот же самый арабский язык, он очень сложный, и мало кто его достаточно хорошо знает. Кто-то идет в синхронный перевод. То есть достаточно много студентов устраивается по профессии у нас. То есть в целом перспектив много, и они очень даже... Обязательно не надо забывать то, что каким бы хорошим ни был институт, университет или же преподаватель, все равно все зависит от самого человека. И есть такие примеры, что студент был отличником, очень хорошо учился, все было у него хорошо, но в итоге он сам не пошел по своей профессии или же не нашел работу. Что-то у него сложилось не так, и я думаю, в такие моменты не надо обвинять институт, университет, говорить, вот, это они виноваты, не должен был я этому учить. Потому что, если мы берем 10 студентов, которые вот что-то у них не получилось, можно таких же 10 или же 15 студентов взять, у которых все хорошо получилось, и они на сегодняшний день работают по своей профессии в многих местах. Вот элементарно, я сам закончил бакалавр по направлению туризм, профиль международный туризм, и мои многие однокурсники на сегодняшний день не работают просто турагентом, продавая туры в офисах, но они работают в Турции, в Таиланде, в больших крупных туровоператорских компаний, и они создают различные туры, делают анализы, и я думаю, это и показатель, что в нашем институте образования даются в очень хорошем уровне, и перспектива очень большая. Главное, опять-таки, как и в творчестве было, надо стараться, стремиться к этому, и все, я думаю, получится. Ну, главное, наверное, то, что институт и в целом работники, преподаватели дают возможность, площадку, так скажем, ну, а уже от студентов зависит, как они, скажем, воспользуются возможностями. И завершающий уже вопрос, где можно в целом найти всю информацию, куда обращаться, возможно, звонить, писать, смотреть, подробно, и, так скажем, подводя итоги. У нас огромнейшее количество социальных сетей в институте, у каждого направления есть своя соцсеть, у каждой высшей школы своя соцсеть, ну, то есть, не найти информацию очень сложно, надо очень постараться, чтобы ничего не найти. У нас есть группа ВКонтакте, это и МОКОФУ, можно так и набрать, и найти. Если вы заходите в МОКОФУ, там есть ссылки на все направления, всех активов, всех высших школ, которые только можно. Если вы поступаете, вы абитуриент, ищите информацию конкретно по поступлению, вы можете зайти в АСКМО. Если вы ищете какую-то дополнительную для себя информацию, хотите побольше узнать об университете, о поступлении, о каких-то там учете индивидуальных достижений, например, и так далее, это все можно найти на сайте КФУ, Казанский федеральный университет, набирайте в поисковике, все находите. У нас все это максимально доступно, четко, понятно, поэтому, я думаю, запутаться будет сложно. Да, абсолютно разных площадок, кто хочет в Телеграме, кто хочет в ВКонтакте, везде можно вас найти. В Пинтерест, ТикТок. ТикТок даже. Клипы ВКонтакте, Ютуб, все что угодно. Если человек не пользуется социальными сетями, вот начиная с февраля месяца до конца марта, весь состав готовится в студентской весне, поэтому Межлаука 3, дроп 45, приходите, поговорим, расскажем обо всем. Главное, чтобы смогли взять, остальное мы сами решим. Хорошо, будем тогда ждать от вас мероприятий, концертов. Я хотела от себя сказать большое спасибо, что ответили на наши вопросы, что пришли в целом сегодня к нам на эфир. И на этом мы будем завершать. Меня зовут Екатерина Буранова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова